Сегодня отвечаю на вопросы, которые были в прошлом эфире, 29 июня, и вопросы, на которых я не успел ответить. Поэтому один из этих вопросов о страхе Божьем. Что такое страх Божий? Я зачитаю сам весь вопрос. Пишет этот вопрос Ильяна Диор. Часто слышу, что Бога нужно бояться, что страшно впасть в руки Его в таком духе. Зачем Его бояться? Он благой. В чем страх Божий должен быть? И проявляться. Я думаю, что мы сможем разобраться, что же означает страх Господень, страх Божий. Само слово страх очень негативное. Когда человек познает Бога, познает Бога как Отца, Бога любящего, то страх Господень как-то уже не клеится к Богу, и что нужно Бога бояться. Я хочу зачитать один текст Писания, и мы поразмыслим дальше. Давайте откроем первое послание, Иоанна, 4 главу. Можно всю главу прочитать, но я хочу вам зачитать, давайте, с 15 стиха. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которая имеет к нам Бог, и уверовали в нее, уверовали в любовь, которая имеет к нам Бог. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь для того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что в этом мире, как Он, так написано в оригинале, 18 стих. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Вот такой интересный фрагмент, который, ну это точно противоположность тому, что Бога нужно бояться, что нужно иметь страх Господен. Поэтому некоторые пытаются объяснить это как страх Господен, как уважение, как почтение к Богу, как благоговение перед Богом, это есть страх Господен. Но я хочу задать вам один вопрос, и давайте поразмыслим вместе. Если написано, что требование «бойся Бога», то мне кажется, что-то здесь не клеится. Вот почему. Страх не нужно требовать, можно человека заставить бояться. А вот любить человека невозможно заставить. Это два противоположных разных понятия, разных чувств, разных действий. Поэтому человека можно заставить бояться. Зачем требовать или предлагать, или проповедовать «бойтесь Бога», «бойтесь Бога». Если речь идет о страхе, то человека можно заставить. Если придет человек и он напугает вас, он заставит вас бояться. Если он сильнее вас, он может навести на вас страх без того, чтобы говорить вам «бойся меня». Понимаете? Поэтому требование, постоянно, когда мы читаем Писание «бойтесь Бога», «бойтесь Бога», «страх Господен», «имейте страх Господен», то я думаю, что не об этом идет речь. Не об этом, чтобы мы боялись Бога. Страх и любовь – это две противоположности. В любви нет страха. В страхе нет любви. А Бог есть любовь. Поэтому, если в Боге нет страха, то почему нужно его бояться? Почему нужно трепетать перед Богом? Почему нужно находиться в таком состоянии? Поэтому, друзья, Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге. Страх Господен. Если даже это почтение и уважение, то все равно Евангелие Иисуса Христа открывает нам Бога любящего, открывает нам Бога, который дает Бога благого. Поэтому любовь, она пленяет. Тебе не нужно говорить «бойся Бога» или «почитай Бога», если ты уверовал в любовь, которую имеет к нам Бог. Потому что люди верят в Бога, но не веруют в любовь, которую имеет к нам Бог. И Иоанн говорит «и мы уверовали в любовь». Если ты уверуешь, что Бог есть любовь, тогда страх или страх перед Богом абсолютно вообще не имеет никакого значения, никакого смысла в твоей жизни. Боящийся несовершен любви. Совершенный человек – это тот, кто принял Бога, тот, кто уверовал в Бога, как Бог, который есть любовь. Поэтому люди постоянно спорят, Бог есть любовь, но Бога еще и нужно бояться. Но это несовместимое понятие, потому что если человек боится, то он не может любить, а если любит, то он не боится. Поэтому я думаю, что с этим нужно разобраться. Много текстов в Писании, которые говорят, особенно в Ветхий Завет, и иногда встречается в Новом Завете, страх Господень, страх Господень. Но в этом страхе Господне люди говорят, что бойся, Бог тебя накажет. Если Бог будет наказывать, если Бог будет просто применять свой страх, то не нужно человеку говорить «бойся Бога», потому что человек и так ощутит этот страх на себе. Страх не нужно проповедовать. Человека можно заставить бояться, я еще раз говорю. Человека можно заставить бояться. Человека невозможно заставить любить. Поэтому Бог, если бы и нужно было бояться Его, Он, будучи намного больше великим и всемогущим, Он бы нас заставил бояться. Поэтому проповедь о страхе, она как-то не клеится и не вписывается. Потому есть проповедь Евангелия о любви Божией, что Бог любит нас, и когда мы уверовали в любовь, тогда мы можем любить Бога. Если ты любишь Бога, то ты Его не боишься. А если ты Его боишься, ты Его не можешь любить. Есть люди, которые вообще не верят в Бога, есть люди, которые верят в Бога и боятся Его. А есть люди, которые уверовали в любовь, и тогда они приняли Божью любовь, и в любви нет страха. Тогда это наивысший пилотаж, это наивысшее состояние, наилучшее отношение с Богом, это жить в отношении любви Бога к тебе и ты к Нему. Потому что Иоанн говорит, и теперь мы будем любить Его. Это как ответная реакция на то, что Бог нас любит. Аминь. Аминь.